Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с новостями Армении и Азербайджана. Сегодня 1 января 2023 года. Президент Ильхам Алиев сделал несколько громких заявлений. Зангизурский коридор обязательно будет открыт. Хочет того Армения или нет. Так, сейчас покажу на карте. Вот схема Зангизурского коридора. Вот как он должен был пройти. Но уже 2 года, с 9 ноября, Пашинян кормит обещаниями и все. И никак не откроет этот коридор. И вот Ильхам Алиев уже сделал такое заявление. В этом году мы открыли международный аэропорт в Зангилане. Это уже второй по счету аэропорт на освобожденных территориях. Третий будет сдан в эксплуатацию максимум через 2 года. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня Солидарности Азербайджанцев мира и Нового года. Глава государства отметил, что ведутся широкомасштабные работы в связи с открытием Зангизурского коридора. Строятся железные автомобильные дороги. Зангизурский коридор обязательно будет открыт. Хочет того Армения или нет. Ильхам Алиев уже открыто говорит Пашиняну. Хотите вы или нет. Но мы все равно откроем этот коридор. Мы демонстрируем непоколебимость. Нашей воле все идет по плану. Наши требования обоснованы и справедливо. Мы должны будем иметь связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой территорией Нахичеванской автономной республикой. Подчеркнул президент. Еще Ильхам Алиев сделал заявление, касающее ситуации в Ачине. Президент Ильхам Алиев заявил, уверен, что в 2023 году мы вернем всех лачинцев в город Лачин. Сейчас покажу на карте. Вот дорога Ханькинди-Лачин. И сейчас там проходят акции, митинги азербайджанцев, экологов и очень напряженные ситуации. Но все равно эта дорога уже под контролем у Азербайджана. И вот сейчас Ильхам Алиев говорит, что в 2023 году мы вернем всех лачинцев в этот город. Уверен, что в 2023 году мы вернем лачинцев в Лачин. Об этом передает ДАЗ. В частности, об этом рассказал президент Ильхам Алиев, выступая с обращением к азербайджанскому народу по случаю Дня Солидарности Азербайджанцев Мира и Нового Года. В этом году было проведено несколько боевых операций, которые еще раз подтвердили высокий уровень боеспособности нашей армии. Операция Фарух, операция возмездия, а также боевые столкновения вдоль границы Азербайджана с Арменией в сентябре этого года ознаменовались нашей очередной блестящей победой. Да, даже судя по этой карте, я скажу, в том году Азербайджан много добился. Во-первых, продвинулись вооруженные силы Азербайджана вглубь Армении, где-то на 10 километров, в район уже Джермука. Здесь уже вот это озеро перешло под контроль Азербайджана. Потом еще тут несколько таких поселков вдоль границы перешло уже, а здесь вот, да, в Шурнухе уже азербайджанцы. Я уже наизусть знаю, где эти районы. Здесь уже вот, где граница с Ираном, здесь уже азербайджанцы находятся, вот, полностью контролируют эту дорогу на высотах. Не Оркентант, потому что я уже слежу за ситуацией целый год. Я уже знаю, где стоят азербайджанцы уже, в каком направлении. И Илька Малиев подготовил все. В этом году уже свои вооруженные силы. И уже если армяне будут что-то сопротивляться или будут мешать строительству Зангизурского коридора, или еще какие-то будут палки колес оставлять, уже ничего не будет договоров. Илька Малиев скажет Пашиняну, я вам покажу карты 18-20-го года. Вот посмотрите. Вот видите, здесь раньше жили азербайджанцы, здесь тоже. Допустим, на Хичуане здесь жили азербайджанцы. Все. Если вы не хотите, чтобы азербайджанцы там поселились, мы их будем поселять в этой территории. Вы против или нет? Пашинян скажет, да, мы против, чтобы азербайджанцы заселялись на этих землях. Илька Малиев скажет, тогда мы силой заселим и все. А армян вытесним и все туда, в направлении Еревана. Так, и вот как раз, извиняюсь, это тема, касающая Лачинского коридора, да. И вот дальше. 26 августа, значительно раньше намеченного срока, мы освободили и город Лачин, и то же время вернулись в селах Забух Иисус Лачинского района. Но я говорил, да, и это тоже большое достижение. В город Лачин уже ведутся широкомасштабные строительные реставрационные работы. Уверен, что в 23-м году мы вернем всех лачинцев Лачин, первые бывшие переселенцы вернутся на свои родные земли, сказал глава государства. Ну вот так, медленно, уверенно, Ильхам Алиев и освобождает, я скажу, свои исторические земли, как бы сказать. Ну, армяне уже понимают, что придется по-любому вот эту территорию уже освободить. Особенно вот это, как я сказал вам, Зангизур. Потому что здесь пройдет эта, вот видите, трасса, Зангизурский коридор. И они понимают, что Ильхам Алиев не оставит покоя ни Пашиняна, ни его правительство, пока не построят этот коридор. В общем, вот такая ситуация. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.